господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 363 события дня евангелие от яна 544 как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу а славы которой от единого бога не ищете вот интересно сейчас священники почти все воевать таким материалом меня забрасывает о войне кто святые сказали они совсем даже намека нет на войну и нигде не поминает отказника по житьям святых я уже показывал какие урон андрей стратилат по порядку роман угличский из книг дмитрий ростовского жития нигде никак не говорят ну у нас все известно что взявший меч от меча погибли нет это меч если взял нападать но хорошо а где не нападали кто на первую мировую войну начал кто двинул войска на австрию сколько погубили сколько отравили и две империи рухнуло непонятно еще не и тут же новое поколение растет воинствующих не вешать а сколько воевал пётр на него кто-то нападал объявил то войну он в афганистане кого нашли куда пошли посылали своих но и так и дальше я уж не буду говорить тут конца нет края порт артур где находится сусима где где воевали мира то не видели а вы чем отличаетесь от нас ты ни разу нигде не было того чтобы показали себя как христиане славу друг от друга а там дальше ордена будет вот он крест полный у него кавалер четырех крестов а на каждом кресте сколько трупов висит христос умер на голгофе крест если крест дают это в честь того креста который был на голгофе он умер как клянуться на евангелии в котором написано не клянись вовсе вообще иди убивай тебе дадут крест крест на котором умирал спаситель за то что ты убил это даже и безумием нельзя назвать это в чистом виде ослепление это 9 за 9 12 16 ну и вот еще два места которые подтверждают впереди написанное славу искать от бога надо и сегодня собирается воевать с кем-то 100 дивизий китайских и одна рассыпанная где-то здесь стоит палками бамбухами задолбят посчитайте что пишут он голос труда у нас это кпрф я не специалист но прямо выставил никита михалков как там они десанты захватывает уже весь восток потеряли еще кто-то воевать будут наоборот мир как коста-рика мир все убрали войска и никто по сей не там милиция полиция смотрит я был на богослужение сейчас и мне подсказали я пишу мне передали что вам поступает сообщение от тех кто проходит занятия по скайпу эти люди вовсе не православные и потому речь их еретические вы можете избавиться от больших неприятностей если запретите таковым появляется за вашим застольям и выкладывает свою блевотину в ваши тарелки для этого нужно на подобную фамилию нажать правой стороной мышки и в четвертой снизу строке есть надпись блокировать этого пользователя и он уже нажать уже левой частью мышки и уже вы закрыли перед этими еретиками свой дом и душу бессмертную они ничего вам дать не могут кроме погибели их фамилия в левом ряду стал псом идет бог вам в помощь и добавляю исаи 28 8 все столы наполнен отвратительной блевотиной нет чистого места и и дальше галатом 1 8 9 сих прочитайте говорит не тот анафема теперь 1 петра 5 8 чтобы бодрствовали дьявол ходит и дальше его 4 10 арахиль сразу меня пишет я и писал спаси христос батюшка удаляю все разговор окончен у нас православный форум православный сайт православная беседа и мы проходим по толкованию блаженов эпилакта чтобы то перенести как экстраполяция события на сегодняшний день не только и всего они так а я это не принимаю а это мне не так не нравится ну и дальше ересь сплошная идет прекратить это надо надо сергею сказать человек не покоряется за закрой его и никакой потери не будет у нас на форуме правило если человек начинает обсуждать администрацию обсуждать только его уже сразу черный список и больше никогда не будет правило этого не разрешают делать ты пришел за стол садись сейчас у меня на 400 человек пришло в форме 470 уже неделю наверное чуть поменьше чем вызвано не знаю на 100 человек вдруг повысилась и так держат константы я отдельно не стал сюда заносить вот и мне сегодня вас прислали материал сергей пупков почему у православных не все по библии специально для этого был создан православный библейский сайт там отвечено подробно на все эти вопросы опираясь на библию что не совсем обычное в сегодняшнем православии часто христиане путают называя предание человеческими выдумками толкование святых отцов православной церкви священного писания и есть то единственное истинное толкование который на протяжении 20 веков назвал оставалась неизменным где ни одно место священного писания не противоречит другому потому что у толкования собой библия один автор бог это толкование мы вы можем так видимо вы можете здесь надо сказать было вы вы можете это может задевали то есть это также скачать нашего сайта сравнить со своим задать вопросы и тут кто-то ответ видно почему православных не все по библии продолжение статьи церковь написавшая библию заголовок один православный священник сша рассказывал такую историю на улице к нему подошел проповедник и сказал хотите я расскажу вам о церкви которая основана на библии на это священник ответил а хотите я расскажу вам о церкви которая написала библию его ответ может показаться дерзким и надменным но если задуматься он довольно точно отражает то какой православная церковь видит саму себя это не значит разумеется что она полностью уравнивает апостольскую общину с тем что мы сегодня назовем православием нет апостолы не носили митры не имели икон не служили водосвятные молебны это всем понятно но православные настаивают а они прямое и непосредственное продолжение этой общины то есть православная вот мы сейчас посмотрим как они доказывают это наша церковь возникла не потому что кто-то когда-то прочитал библию решил что теперь ему нужно учредить какую-то организацию такую то на таких-то принципах а потому что в свое время господь призвал абрама затем исаака затем иакова и на каждом новом этапе божественное откровение дополнялась и расширялась затем записывалась и так возникла библия внутри этой церкви избранного божьего народа никита иди сюда у меня горло я простудил мне трудно считать потрудись во славу божию скорее никита дружок или скорее суда ну кого зовут аккуратно ставь вот отсюда начинай дальше считать я не могу я ходил на мост и простудился сегодня она продолжается в православии так преданием как раз называют вот эту живую связь эпох а вовсе не некоторую сумму обычаев и привычек которые могут меняться от века к веку и от народа к народу священное писание то есть библия центральная и главная часть этого предания с которой должно сверяться все остальное и все таки почему же тогда у православных многое не по библии почему бы им не отказаться от того чего нет в библии в явном виде вопрос прежде чем начинать разговор об этом постараемся точнее определить что именно мы имеем в виду во первых православной церкви какой она существует на земле всегда было и будет немало искажений и нарушений идеала православия этого никто не скрывает приходя в церковь человек не перестает быть несовершенным и часто совершает такие поступки которые противоречат учению этой самой церкви но такие искажения опровергается и отвергается самими православными значит об этом мы сейчас говорить не будем есть и другой вид несовпадений когда в современной церковной или даже светской жизни появляется какие-то обычаи отсутствующие в библии но не противоречащие ей вот в это самое главное как я говорю не смертельно так некоторые хотя и очень многочисленные крестьяне не считают возможно праздновать дни рождения поскольку единственный день рождения упомянутый в библии это торжество в честь царя ирода на котором и отрубили голову иоанна крестителю конечно так как ирод нам веселиться конечно так видимо так как убрать запятую наверно да а так как ирод про нам веселиться не стоит но значит ли это что мы вообще не вправе отмечать дни рождений дорогих нам людей по моему никак не значит по моему вот он говорит по моему видишь мы так и будем считать ведь очень много нашей жизни тоже не встречается в библии ну глупо было бы требовать от христиан отказаться от этих признаков современной жизни современной жизни кто любит мир в том нет любви очи он об этом не говорит вообще говорит правильно все тут а что буду отказываться все так делают а равно и от обычаев и привычек которые не находят в библии прямого подтверждения но ни в чем ей не противоречит противоречит допустим одни рождения коснулась а что это за праздник такой день когда ты родился ты доставил боль великую боль матери ну и дальше что год прожил терять пеленали свечки зажигает годовщина но и так идет всю жизнь какая наша заслуга когда жизни дыхание в наших ноздрях от бога праздновать надо как в этот день может причастить святых христовых тайн в этот день постараться если возможно нигде ни в чем не не погрешить пойти их больным ну и проще потрудиться прочитать обязательно желательно канон ангелу хранителю который хранил год бог терпел нас на один год стали ближе к смерти давайте праздновать тут вообще разговора то об этом даже нету а все так делают но это любить не любите мир не того что в мире кто любит мир там нет любви очень тут очень просто человека разговаривает по-мирски тут легко его опровергнуть и дальше это православное так они возникли позднее в иных условиях ведь жизнь никогда не стоит на месте нет ни одного места писания ничего будьте как все поэтому простота и непритязательность апостольской молитвы постепенно превратилась в пышность византийских обрядов точно так же как легким средиземноморским туникам пришли в нашем климате на смену тяжелое зимнее пальто когда точно так же в пальто есть необходимость а зачем это зашифровать ребусы шараду устраивать зачем просто вышел с евангелем проповедовал я говорю самое главное нет проповеди а вот со свящей идет это ян креститель свящая а с евангелем это христос мим театр и я сам участник этого нахожусь в этом обществе но я не могу сказать что это правильно почему живой проповеди нету и вот это хождение воду освещать вот вокруг нее хороводятся три священника и вокруг это чего тут ходить то вы не верите что только служба начнется только пройдут покадят иконы вечером особенно смотрит второй раз пошел зачем не может ответить что демона насели на иконы ты их сшибаешь оттуда или зачем ты делаешь это не людей а теперь люди оборачиваются на них кодит да еще целый карман насыплет ладану как семечек и кодит а бабки там готовы в обморок упасть отец никифор как о сколько дал аромату а притом ладан то нечистый глаза выедает буквально как будто нефть какой-то жгут дальше как зимнее пальто ну сравнил да проще словом такие несовпадения мы тоже сейчас рассматривать не будем не будем ничего никогда не рассмотрит мирское какая заслуга праздновать это в этот день быть свободным отблагодарить бога и все нет выпить давай щекнемся на жеребенок щекнемся щекнутый народ то ян златоуз говорит не празднует а не игнатий говорит закончилось тем что на блюде вместе с мясом оказалась голова величайшего из рожденных женами пророков тебе непонятно златоусту понятно автор пишет для мне недостаточно а иначе это как тяжелое пальто для него надеть как тяжелой вериги жить духовно духовному зачем человеку это и он только может плакать в этот день еще год прожил а сколько и для бога посвятил нет торжество какое-то как у них пришли ребенку и она из больницы только вернулась надо отпраздновать день рождения но встретили она его положила на кровать там встречает то другое один пришел еще по поздал маленькой а ты это игорь викторович еще опоздал то я на работе задержался ну вот селез нас он говорит вы честь чего празднуйте то покажите виновника торжества то она схватилась а побежала на него накидали уже гору одежду он задохнулся ребенок вот крик то стоял мертвый уже лежит вот и все день рождения поговорим о третьем родине соответствий когда что-то в современной православной практике напрямую противоречит как кажется велением библии а сейчас мы посмотрим кажется или не кажется а таких моментов критики называют немало православные молятся не только богу но и умершим людям поклоняется их телам и изображением называют своих наставников отцами а еще проще для начала хватит разберемся хотя бы с этим глаза руки и ноги но прежде чем обращаться к православным давайте посмотрим на всех христиан вообще много ли среди них людей с выколотыми глазами и отрубленными руками и ногами немного причем они не сами сделали себя инвалидами а ведь христос ясно требует в евангелии если тебя соблазняет глаз рука или нога нужно избавиться от этой части тела потому что лучше тебе у вечному пойти в жизнь нежели с двумя руками идти в гиену в огонь неугасимый евангелие от марка 9 глава 43 48 стихи если понимать эти слова буквально вывод остается только один взглянул на что-то непристойное выкли себе глаз пошел куда не надо немедленно труби ногу конечно в жизни каждого человека такое бывает не единожды и буквально исполнить этот это нет никакой возможности интересно находятся люди которые буквально понимали это и кастрировали сами себя скопили как оригин есть люди которые действительно находились но это единицы много ли он спрашивает но были он не мог победить яков считаем постник яков он боролся и не мог и взял сам себя скопил и чуть не умер и вот сразу настоятель узнал выгнал и но он ему деваться некуда у него вся жизнь тут прошла тогда настоятель сказал ладно пусть по вашему будет пусть зайдет в самом дальнем углу там где репей где лебеда где не видать вырыть ему в земле и самого негодного туда за ним поставить монаха чтобы маленько давал им хоть раз в неделю то поистину не с одним что мне разговаривал негодяй и все на этом вот как надо делать это ну у лескова там есть рассказ гора там есть такое такого нигде не было даже это и сектанты никакие даже изуверы скопцы так понимали только целое общество это сидеть сесть на белого коня называлась они кастрировали мужчин и женщин грудь отрезали там и половой орган даже так что нам стоит задуматься какой смысл стоит за этими яркими и запоминающимися словами чему хочет научить нас христос по-видимому тому что в борьбе с грехом не следует себя жалеть и на пути к богу не обойтись без самоограничений порой очень болезненных и неприятных даже на фифилах то открою толкование там все это сказано никакого по видимому нету по видимому абсолютно точно всем очевидно что у библии немало таких мест которые невозможно принять как непосредственное руководство к действию во всех случаях жизни ведь библия не инструкция по пожарной безопасности который нужно следовать в соответствующей обстановке без раздумий и колебаний хорошее сравнение дал хорошее включи пожара когда горит как раз она это библии дает бегать и блудодеяние пожар горит теле беги убегай тут прямо такие места есть чтобы не участвовать дальше нет она скорее выстраивает для человека некие основные ценности и приоритеты слова какие ценности приоритет это учился в семинаре или академии слова дым напускает зачем конкретно щетку возьми прочитай толкование златоуста и все это приоритеты ценности которые могут по разному воплощаться в его повседневной жизни и тут уже ему самому приходится многое решать для себя уже решено надо выполнять решать тоже не надо ведь написано если жена молится с непокрытой головой постыжать себе голову свою голову церкви сплошь и рядом стоят но обстановка такая мужскую одежду надевает 22 6 считаем там 5 второзакония мерзость канонические правила говорят канганские анкирские там соборы мерзость подклятвы анафи моей посплошь и рядом приходит но обстановка такая у нее ширинка не здесь а сбоку да еще бы она не сбоку было а где зачем я спереди то ну то есть он учился как говорят учился семинаре академии сказал семинаре академии дали мне очень много очень много я так научился врать что сам верю тому что вру и вот здесь тоже он обязательно что-то кончал иначе он знал слепого фанатизма и как то есть подчинение богу слепой фанатизм полное погружение слепой фанатизм посты соблюдать слепой фанатизм то есть это развратители разрушители православного строя не слепого фанатизма а разумного и осмысленного послушания экономия осмысленного но если сказано пост церкви указан елей кроме лень еще нету молоко разрешает мясо курочку он не имеет права разрешать он разбойник осмысленного послушания то есть у папа он решает соборное послание ни во что ставится вот с этих позиций мы постараемся понять как согласуется практика православной церкви с библейским учением богородицы и святые главной новостью которую принесла в мир библия была весть о едином боге язычники могли помнить о творце мира но предпочитали иметь дело не с ним а с многочисленными божествами каждая из которых заведовала какой-то определенной сферой жизни этому надо молиться об урожае тому о военной победе а вон той случай зубной боли именно к такому миру были обращены слова первой заповеди исход 20 глава я господь бог твой да не будет у тебя других богов пред лицом моим ну что же мы видим у православных снова многобожие молятся не только богу но и святым особенно богородицы просит их о помощи словно бы забыл о творце давайте слушаемся как и о чем просят святых православные говорят ли они им такой-то как господин над урожаем или зубной болью надели меня своими дарами да именно так и есть неополимая купина от пожара и по порядку иван воин новый воин кто своровал антипи молятся зубной боли целый реестр дают и церкви вывешивают кому что молиться то это прямо конкретно об этом говорится не надо обманывать тебя нет они обращаются к ним со словами моли бога о нас но хорошо моли бога о нас а зачем к матронушке на кладбище идут зачем это славит крашенины как теперь нужно интересно парнишка маленький там что говорил и сами его канонизировали но патриархия тут отреклась без ее ведома а делает то же самое то есть беззаконие делают все христиане да и не только они время от времени просят других о молитвенной поддержке потому что понимая человеку трудно одному предстоять пред богом ему нужна помощь собрать их по вере их согласная молитва обладает огромной силой именно такую помощь и поддержки просят своих старших братьев православные православные братьев и сестер которые уже закончили свой жизненный путь и предстоят перед господом эти люди своей жизни показали как много может их молитва как охотно не приходят на помощь другим так неужели мы должны пренебрегать их поддержкой ведь мы верим что у бога все живы правильно тут правильно все объясняет не случайно еще ветхом завете господь обращаясь к людям называл себя богом авраама исаака и иакова первых святых своей церкви он мог бы сказать о себе я вечный я творец неба и земли и многое-много иное но он предпочел говорить о себе в связи со святыми в жизни которых и раскрывалось представление о едином боге знать что есть творец хорошо но это мало что значит лично для тебя а вот знать что есть тот кто заключил союз с авраамом исааком и иаковом и он предлагает тебе войти в этот союз присоединиться к ним это уже совсем другое дело и в этом деле просто необходимо будет поддержка тех кто вошел в этот союз прежде тебя но отдельно стоит сказать о богородице ведь ее не только просят о молитвах но и постоянно возвеличивают церковных песнопениях ставят фактически на второе место после христа но ведь она всего лишь человек эти споры возникли не вчера и почти столько же лет сколько и христианству один из византийских императоров активно противился почитанию богородицы однажды он привел своим приближенным такой пример показал кошелек золотом и спросил дорого ли тот стоит разумеется дорого ответили придворные когда он высыпал из него золотые монеты и снова задал тот же вопрос теперь ничего не стоит ответили они таки мария напутствовал он их пока она сила во чреве христа была достойна почитания теперь же ничем не отличается от прочих женщин вот так вы всегда рассуждали еще получилось неужели не отличается евангелие с этим не согласно достаточно прочитать первую главу от луки чтобы увидеть с марией почтительно беседовал архангел гавриил а мать иоанна крестителя елисавета называла ее блаженной среди женщин но и этого мало сама мария получившая духа святого поняла что это почитание останется с ней навсегда евангелие от луки 1 глава 48 49 стихи она говорит призрел он осмирение рабы своей ибо отныне будут ублажать меня все роды сотворил мне величие сильный и святое имя его собственно именно в таком виде ее почитание и до ныне существует у православных практически теми же словами они возвеличивают девы из назарета и сейчас есть тут и еще один очень важный момент прославляя богородицу православные христиане свидетельствуют о величии человека да христос тоже родился как простой человек но при этом он не перестал быть богом и в этом отличается от всех нас но мария была простой девушкой а значит ее праведность и чистота могут быть хотя бы в теории доступны каждому из нас наконец христос прожил земной жизнь как мужчина он пережил и испытал все что может выпасть здесь на долю человека но он не жил женском теле у него не было семьи родных детей мария испытывала все и даже пытала испытала все и даже прошла через страшную потерю сына и поэтому какие-то моменты жизни мы можем обратиться за помощью и поддержкой именно к ней она пережила это отказаться от такого заступничества означало бы не просто объединить себя ну и напрямую отвергнуть сказанные библии слова мощи и иконы хорошо зачем же тогда святых не просто просят о молитве но и почитает их мертвые тела мощи и даже изображения ведь ясно сказано не делай себе кумира и никакого изображения того что на небе вверху и того что на земле внизу и что в воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им книга исход 20 глава 4 5 стихи сказано ну и объяснено твердо держите в душах ваших что вы не видели никакого образа в той день когда говорил к вам господь дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний изображение какого-либо кумира представляющих мужчину или женщину книга левит 4 глава 15 16 стихи и так запретное изображение явно относится к ветхому завету в котором бог пребывает невидимым и непостижимым и всяческие фантазии на его счет строго запрещается что собственно говоря это запрет остается в силе и православной церкви хотя встречается его нарушение бога отца и святого духа изображать нельзя но почему нельзя изобразить человека иисуса или других людей которые дороги нам если нельзя то придется уничтожить все вообще портреты и фотографии когда кто-то держит перед собой изображение любимого человека находящегося вдалеке мысленно или вслух разговаривать с ним целует его он собственно говоря совершает точно то же самое что и почитатели икон при этом никто конечно не думает что икона или фотографии заменяет нам живую личность что они нужны нам сами по себе а не как своеобразная связь с этой личностью но мощи мертвые тела которые следовало бы похоронить и оставить в покое первый пример чудотворных мощей мы кстати встречаем в библии умерший которого случайно положили на кости пророка елисея внезапно ожил 4 царств 13 глава даже ветхом завете где любое прикосновение к трупу или могиле делала человека ритуально нечистым для людей было исключительно важно быть похороненными в собственной родовой гробнице бывали случаи когда в такую гробницу специально клали тело умершего пророка завещал похоронить себя рядом с ним 3 царств 13 глава если ты почитал человека при его жизни если надеешься увидеться с ним после смерти тебе не может быть безразлична его могила да и современное общество так старательно скрывающая смерть пожалуй нуждаются в еще одном напоминании что этот порог всем нам предстоит переступить и важно другое с чем мы пойдем подойдем к нему конечно верно что икона или мощь или любой другой материальный предмет крестик освященная вода просфора могут стать настоящим идолом предметом поклонения который якобы сам по себе исцеляет человека это уже явно нарушает библейскую заповедь но ведь и православие такой подуход считает магическим и однозначно его осуждает однако церковь в том числе призвана осветить и преобразить этот мир поэтому она никогда не станет уходить в область чистого духа кавычка отказываться от обрядов освященных предметов то есть от материального мира нет она принимает и преображает человека в его целостности с душой и телом о чем и свидетельствует почитание мощей и икон и почитание здесь отличается от поклонения которое принадлежит только богу множество отцов христос казалось бы ясно сказал ученикам отцом себе не называйте никого на земле ибо один у вас отец который на небесах евангелие от матфея 23 глава но чего же православных только и слышно отец такой то это же явное противоречие начнем с того что противоречие это встречается уже внутри нового завета апостол павел 4 главе римлянам неоднократно называет отцом верующих авраама но мало того он категорически настаивает что сам является отцом по отношению к тем кого он обратил к вере вот что он пишет прошу тебе о сыне моем анисиме которого я родил в узах моих филимон 10 глава и даже объясняет хотя у вас тысячи наставников во христе но немного отцов я родил вас во христе иисусе благовествование посему умоляю вас подражайте мне как я христу для всего я послал к вам тимофея моего возлюбленного и верного в господи сына 1 коринфянам 4 15 вряд ли апостол не знал процитированных выше слов христа или сознательно ими пренебрег значит он понимал их вовсе не в том смысле будто запрещено само слово отец видимо христос обличал определенные отношения к человеку и можно даже понять какое в евангелии мы читаем спор христа с его противниками и она 8 глава они уверенно называют своим отцом и авраама и даже бога казалось бы куда правильней но христос бросает им в лицо страшное обвинение ваш отец дьявол почему а потому что они охотно и последовательно исполняют его волю людям свойственно бывает ссылаться на какие-то внешние авторитеты в том же самом послании где он оставил свое отцовство павел писал у вас говорят я павлов я полосов я киффин а я христов разве разделил нас христос разве павел распят за вас или во имя павла вы крестились 1 коринфянам 1 глава вот по-видимому что запрещал христос сектанство при котором имя учителя становится знамением борьбы с последователями иных сект а вот духовных связей подобных отношениям отца и детей он явно запрещать не собирался так что цитату из евангелия не стоит выдирать из контекста и кстати сразу после слов об отцах идет запрет называться наставниками закроем все школы институты а также призыв больше из вас да будет вам слуга всюду директоров назначим уборщиками разумеется список мнимых несоответствий между библией и жизнью православных христиан можно было бы продолжать но уже наверное показано главное библия никак не содержит некий свод универсальных правил поведения соблюдение которых и будет христианская жизнь в кавычках нет она зовет нас перемена в сердца взрослению и самостоятельности указывая главные ориентиры и ограничения и предоставляя свободу в остальном вот и остальном это означает ничего не выполнять это мы хорошо знаем куда подходит православное предание предлагает нам двухтысячелетний опыт осмысление и проживание каждой библейской цитаты и прежде чем отвергать его стоит к нему присмотреться повнимательней ведь вполне может быть что присмотревшись вы захотите не отвергнуть его а принять андрей диснеевский журнал фомангра 2 58 февраля 2008 года видите откуда взято мы что вот что я и спрашиваю как дальше быть на сегодня я еще покажу наши ресурсы что у нас есть это мой мир вот она где можно писать вот тут есть адрес смотри где кристине 2 mail.ru ну и можно получить ответ далее это фотография что-то вот это форум наш православный форум нужно нажать новое сообщение и прямо на первую страницу выйдет человек а общий поиск нажать только и в рамочку вставить слово какое надо 1602 тема ну и вот наш видеоканал большой очень большой видеоканал более чем 5800 роликов наших здесь на все темы открыто но самый сказать большой ресурс это сайт библейский во свете библии мы уже начали помаленьку и говорит рождение 43 здесь 43 папка вот мы сейчас прочитаем это в книгах моих открытый бог читай вопрос 849 второй том как узнать была ли первая любовь к богу и у всех ли обратившийся к богу она бывает а рождение свыше отеляем любовь не может быть бездетельной она обязательно выражается в желании приблизиться к объекту любви сделаться еще более близким поэтической форме это выражено в книге песня песней у верующего это выражается постоянном желании узнавать волю божию потому что бог не видим и мы приближаемся к нему духом поэтому жажда посещать святые места собирать со всего мира святыни быть может как-то и выражает любовь к богу но библия об этом не говорит ни слова у апостола павла это выражается в следующем галатам 1 15 когда же бог избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою благоволил открыть во мне сына своего чтобы я благовествовал его язычникам я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим предшествовавшим мне апостолом а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск желание рассказать другим о возлюбленном удаляет твою личную скорбь первая любовь к богу как правило выражается и в непрерывном общении с искренне верующими людьми желание исследовать слово его исследование слова его помогая друг другу принимать самое деятельное участие в делах верующих в свои общины и всего мира человек который встретился со христом он сразу же начинает рассматривать всю свою прошлую жизнь и будет говорить не только так как приученный православный грешный многогрешный окаянный как свинья лежу в колу но его прошлой биографии начнут высвечиваться моменты удивительной милости божией когда бог уже касался его призывал и душа за все это будет славить бога первая любовь это дар который бог требует сохранить и возрастить откровение 22 4 но имея против тебя то что ты оставил первую любовь твою первая любовь это как пропуск это то что роднит душу с богом когда употребляется слово потому что то есть мы не можем не любить друг друга и бога потому что бог есть любовь 1 иоанна 4 19 будем любить его потому что он прежде возлюбил нас если этого не было и человек не ощутил первой любви то он должен выплакать и выпросить его бога и риме 31 3 издали явился мне господь и сказал любовью вечную я возлюбил тебя и потому порастер к тебе благоволение это же чувство загорается в человеке к богу и не должно гаснуть но горение себе поддерживается духом святым 1 салоникийцам 5 19 духа не угошайте еще один вопрос читаю вопрос 924 3 то может ли человек сказать и себе что он возрожден от духа божия нажали и сразу ответ ответ первый коринфянам 2 11 ибо никто из человеков ибо кто из человеков знает что в человеке кроме духа человеческого живущего в нем так и божьего никто не знает кроме духа божия римлянам 8 15 потому что вы не приняли духа рабство чтобы опять жить страхи но приняли духа усыновления которым взываем а воочи галатом 4 6 а как вы сыны то бог послал в сердца ваши духа сына своего вопиющего авва отче 8 16 римлянам сей самый дух свидетельствует духу нашему что мы дети божии однажды апостол павел встретился с людьми которые явно были верующими приветливыми добрыми раскаившимися которые жили считая что все у них в порядке но он сразу же заметил в них что-то скрытое от них самих деяние 19 глава 2 7 сказал им приняли вы святого духа уверовав они же сказали ему мы даже не слыхали есть ли дух святый он сказал им во что же вы крестились они отвечали во иоанново крещение павел сказал и он крестил крещением покаяния говоря людям чтобы веровали в грядущего по нем то есть во христа иисуса услышав это они крестились во имя господа иисуса и когда когда павел возложил на них руки не сшел на них дух святый и они стали говорить иными языками и пророчествовать всех их было человек около 12 1 коринфянам 2 12 но мы приняли не духа мира сего а духа от бога дабы знать дарованное нам от бога может ли сама себе человек сказать что он родился от отца с матерью может ли человек сказать что он проснулся или если был мертв и воскрес сказать что воскрес 2 коринфянам 13 5 испытывайте самих себя верили вы самих себя исследовайте или вы не знаете самих себя что иисус христос вас никит 1 секунду вы не то что должны быть мелковато не будет читать мелковато близковато мелко слишком тут на весь экран просто ну ладно за ним водить надо что может давай давайте буду водить перед другим можно показаться но сам себя не обманешь поэтому исследуй себя испытывай 1 коринфянам 2 15 но духовный судит о всем а о нем судить никто не может римляна 8 9 но вы нет по плоти живете а по духу если только дух божий живет вас если же кто духа христова не имеет тот и не его вот она мы вернемся назад мне хочется еще один прочитать вот это давайте вопрос какой вопрос 1 1407 5 том есть люди которые не проявляют себя как истинно верующие как христиане и как православные но в душе как они говорят они всегда были верующими и таких большинство можно ли как то это проверить и есть ли этот такой веры какая-то польза душе после смерти такого тайного ученика вот вопрос я ткнул его теперь открылась вот смотри ну там у нас плохо считать ну ка можно я щас попробую плохо а что хотел то увеличить нет не надо не надо нет она не увеличится она не увеличится я думаю вот так вот вот так вот снять смотри я скопировал скопировал это очень быстро делается прям буквально минуты я открываю новую страницу в ворде просто ну не видно теперь я вставляю контур в и теперь любой шрифт какой только мне потребуется открывая на двадцатку вполне достаточно такой да как отлично отлично но теперь только же надо насчитать вот этот вопрос 1407 вот ответ так теперь и будем делать да так удобно то да готова весь экран тут ответ такая вера на уровне подсознания что-то все-таки есть есть практически у подавляющего числа людей и она все больше углубляется в суеверие такие люди тайно пользуются чем-то публичной церкви патриархийной вода священная яйца красят поминки справляет на всякий случай иконка у них машине и шифоньере их тайный лозунг жить грешить не очень сильно и не очень заметно и не болеть и все что для этого нужно по их мнению они исполняют но вот их стряхивает на ухабах проносится рядом гроб близкого человека симптомы неизлечимой болезни грозные неурядицы и такой никодим ночной еще активнее углубляется в обряд как пример это старый полномоченный по делам религии в алтайском крае седевшего александр петрович главный душитель духовной жизни в годы советской власти коммуняка стопроцентный и злобствующий против проповеди о христе а сегодня он созданный коммунистами патриархии причащается среди старушек лепится под благословение по кромском соборе к своему сабинному другу другу войтовичу метроносному отцу николаю бессмертному благощинному алтайского края в годы любимой им советской власти помощь и елей 22.02.2003 года по глупости своей погиб под на дороге баварин владимир николаевич мэр барнаула и вот как уже пишет в вечернем барнауле его газете о 26.02.03 прощайте владимир николаевич с его смертью возможно невозможно примириться даже зная о том что бог забирает себе лучших а он был парторгом моторного завода для меня это очень дорогой был человек я еще тут не могу сказать ну как люди то понимают хотя умом понимаешь что смерть уже вступила в свои права сердце с каждым толчком крови словно спрашивает как же так как же так однако у смерти как и жизни свои законы на фоне громадного и яркого портрета владимира николаевича постамент и гроб с его телом кажутся маленькими и выглядят как то и реально портрета задумчиво и чуточку грустно смотрит живой и дорогой всем человек а в гробу усыпанном цветами совсем другое лицо смертельно бледное и уже отрешенной от всех мирских дел и забот суетных и скоротечных важных и эпохальных имеющих значение только для живых как хорошо пишет а там портрет за ним стоит я никогда не хожу и не это на похороны а здесь я пошел и она много там фотографировали а фотографии в газеты было там где я подойду мимо разве можно сказать что здесь не видно веры в то что у человека есть душа что земное все скоротечно но это не евангельская вера панихиды называют то что мимо гроба шли люди стоял почетный караул депутаты сидели и шли играл траурный марш были слезы и рыдания я сам шел не мог гроба со слезами и вспоминаю владимира этого спустя недели все еще не могу сдержать слез так мне его жаль где его душа как ему можно помочь и согласно слово божие уже ничего нельзя изменить галатам 6 7 10 не обманывайтесь бог поругаем не бывает что посеет человек то и пожнет сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную делая добро да у не унываем ибо в свое время пожнем если не ослабеем и так доколе есть время будем делать добро всем а наипаче своим по вере екклесиаста 11 3 когда облака будут полны то они прольют на землю дождь если упадет дерево на юг или на север тону там и останется куда упадет все говорится о вере по евангелию филиппийцам 1 27 только живите достойно благовествования христова чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую евреям 11 6 а без веры угодить богу невозможно ибо надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть и ищущим его воздает понятно что его тело испластали волшебники в белых халатах узнавая какие жизненно важные органы были у него при аварии когда он врезался в бетонную тумбу парапета повреждены но все-таки вообразим и вдруг случилось бы чудо что бог его воскресил тут же время этой горе панихиды встает из гроба но уже не тот восстал уже повидавший на том свете и родных своих может быть горящих в аду и что ему было там уже уготовано место и что он отпущен на как на короткое время года на три и что теперь он будет жить только по евангелию и начал бы раб божий владимир стоя в гробе изобличать власть придержащих этих кровососов обобравших вот этих идущих сейчас мимо пенсионеров начал грозно и сурово карать словом пророческим этих вурдалаков с которыми он раньше находил так уважаемую золотую середину что умел мирно оживаться со всеми со всеми и не было конфронтации как бы отнеслись эти аллилуйщики к нему если бы он пошел бескомпромиссно по городу в сапогах кирзовых без мобильного без машины и везде только бы по христа и про божью любовь и свидетельствовал принародно принося покаяние за свою прежнюю богомирскую коммунистическую греховную погибельную жизнь и стал бы спорить с афроновыми зюгановыми с путиным что жить надо по евангелию жить чисто без лжи без лукавства жить для царствия божия матфей 6 33 ищите же прежде царство божия и правда его и это все приложится вам стал бы обличать епископа что он не верующий ибо только и знает что хоры по театрам хоры по театрам разводит до шоуна и орда не устраивает деревянными яйцами на пасху разбрасывается а дел это боже и не знает и день и не делает совершенно чтобы сделали с ним история уже проходила такие уроки вот что было бы с любимым ныне мэром и вот и нёс бы это благовестие по сектам обращая их православие какой он принял за гробом что ему бог по милости своей открыл деяние 9 глава 21 стих и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе что он есть сын божий и все слышавшие дивились и говорили не тот ли это самый который гнал в Иерусалиме призывающий химия сие да и сюда затем пришел чтобы вязать их и везти к первосвященникам а саввл более и более укреплялся и приводил замешательство иудеев живущих в дамаске доказывая что из сей есть христос когда же прошло довольно времени иудеи согласились убить его но саввл узнал об этом у мысли их а они день и ночь стерегли ворот чтобы убить его ученики же ночью взяв его спустили по стене в корзине все его хвалят все его любят а здесь все иначе значит никакого превращения из саввла в павла не было но лукашева глава горе вам когда все люди будут говорить о вас хорошо ибо так поступали с уже пророками отцы их да умел ладить любил людей любил искренно жил с азартом красиво имел что подарить дочерям и племяннику но были непомерно большие налоги на предпринимателей которые стонали разорялись сгорали проклинали эту власть и его были у него планы баллотироваться на новый срок мэром были миллионы стоимости мероприятий елки было то что чего не должно было быть у верующего думающего о вечности все им было предусмотрено для плодотворной жизни но только на земле к смерти не готовился не знал что стоя уже в этот день своей смерти у гроба неверова первого ректора аг.у. шагнув через несколько часов в свою дорогую машину на марку практически вошел в свой гроб все было последним ангел смерти уже занес над ним меч уже создатель произнес слова лука 12 глава но бог сказал ему безумный сию ночь душу твою возьмут у тебя кому же достанется то что ты заготовил неверующее слово божие кто бы ни ни были епископы или талантливые журналисты все они будут теперь только пустословить когда говорят о посмертной участи погибшего что бог забирает к себе лучших только свои эмоции выплескивать творить поминание не от писания нет указаний духа божия а вот так уж заведено значит и мы бормочем дым пускаем себя утешаем нам так привычно мы легче переносим утраты а бога опять не взяли в советники а бог говорит сокровенное лука 13 глава нет говорю вам но если не покаетесь все так же погибните 2 петра 3 9 не медлит господь исполнением обетования как некоторые почитают то медленнее но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию ах володя володя научился всему был и академиком и профессором но не стал даже учеником первокласской в начальной школе христа назарецкого бедный ты володя столько лет тебе бог дал все ждал плода все обкладывал навозом и орошал водой благословений своих тебя и твою семью но тебе все некогда у тебя все планы были на этой глубь голубой порошинки называемой землей которая несется тоже к своему последнему повороту к сожжению 2 петра 3 10 придет же день господин как тать ночью и тогда небеса с шумом придут стихии же разгоревшись разрушатся земля и все дела на ней сгорят и ни разу ни в одной газете ни при нем ни после него никто не говорит что последние годы именно при нем расцвела проституция в школах разрад наркомания преступность все заполонило теряются люди сократился срок жизни отравлен край радиацией от рака вымирает нации запились закурились и сблудились и зворовались да как еще нас бог только терпит до утра и до вечера если в человеке есть вера то она не может скрыться матфея 5 14 вы свет мира не может укрыться город стоящий наверху горы лука 12 глава сказывая же вам всякого кто исповедует меня перед человеками и сын человеческий исповедует перед ангелами божиими марка 8 38 ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным того постыдится и сын человеческий когда приедет славе отца своего со святыми ангелами стихотворение кого когда-то называли люди царем насмешку богом самом деле кто был убит и еще орудий пытки согрета теплотой моей груди пустили смерть свидетели христовы и сплетницы старухи и солдаты и прокураторы рима все прошли там где когда-то возвышалась арка где море билось где чернел утес их выпили в вине вдохнули с пылью жаркой и запахом бессмертных роз ржавеет золото и истолевает сталь крошится мрамор к смерти все готово всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово анна ахматова хорошее стихотворение ну вот теперь что сказать все на этом заканчиваю я еще сказал что сегодня день в субботе за субботу это что приехал батюшка отец акин с потеряйки больше ничего и не было и была вечерняя ну и все остальное все на этом это таки вот